Группа подростков подожгла строящийся детский сад в Петропавловске. Это случилось на улице Топорково в субботу вечером. Звонок у нас поступил на 01-18-36. Прибыли через 6 минут на место вызова пожарная. В течение практически 20 минут всё локализовали. Распространялся пожар по пенополистиролу достаточно быстро. Но в то же время он и быстро тушился стволами. Поэтому пожарные не дали распространению огня как внутри, так и снаружи здания. Поджигатели запечатлели камеры видеонаблюдения. Произошёл чистый поджог, заранее спланированный. Занесено заранее бензин, мазут, поджечь, показать. Кто-то хотел, что вот посмотрите, что это вот материал горит, материал не горит. Это горит вот этот именно мазут, он через 10 минут уже затух, когда выгорел. Я вам могу показать на экране, как они поджигали, как они разливали этот мазут. У нас 60 камер стоит вокруг. Всё движение. Можно проследить за неделю, как это всё планировалось. Всё есть сейчас. Это готовится всё на флешку и будет сохранено. Как рассказали в полиции региона, где уже начали проверку по факту произошедшего, о личности поджигателей уже удалось установить. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поджог недостроенного детского сада на улице Топорково в Петропавловске в Камчатском совершили трое подростков. Мальчик 2004 года рождения и две девочки 2005 и 2003 годов рождения. По данному факту проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт подразделения по делам несовершеннолетних. Новый современный детский сад на улице Топорково должен был открыться уже в сентябре будущего года. Теперь долгожданный ввод в эксплуатацию образовательного центра придётся надолго отложить. Повредило огнём штукатурку, кровлю, ослабли лестничные марши. Вот придётся остановить садик на всю зиму строительство. Вообще на год отсрочку сделать. Все жители Топорково на сегодня ждут этот садик. Если всё будет нормально, если у меня хватит сил всё это, как говорится, спустить и достроить этот садик, у меня сейчас упало желание. Вообще в строительстве упало желание. А уже приблизительно хотя бы ущерб известен от пожара? Ну, предварительно 5 миллионов. Я в субботу думал, там немножко. А сейчас, когда мы посчитали, сколько это всё стоит, около 5 миллионов, а может даже будет больше. А так как мы на год задержим строительство садика, деньги будут заморожены. Вот посчитайте, банковский процент на сегодня 430 миллионов вложено в этот садик. Сколько бы банковский процент? Это тоже ущерб считается. Мы же платим, у нас заёмные деньги, мы платим проценты по кредиту, хотя и не можем сейчас сдать в срок. Надо сказать, что у компании «Русский двор» существуют земельные споры с резидентами Тор-Камчатка. Мы воюем с Тор-Камчатки, землю, которая нам законно выделена, мы вкладываем инвестиции 4 миллиарда в эту землю. А появилась фирма «Олимпик Камчатка» под учредителями олигархов. И они хотят через Тор-Камчатки, имея в уставе, не уставе, а в бизнес-плане 215 миллионов, зимний вид спорта, отжать эту землю и распродать её. Больше ничего они не собираются строить. Коллектив компании «Русский двор» уже подготовил обращение на имя президента Владимира Путина и в Госдуму с тем, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Чтобы рассмотрели вопрос с этими компаниями, Торами, фирмами, однодневками, я их по-другому не могу называть. Я же не могу «Русским двором» зайти в Тор. Надо создать новую фирму, однодневку, а с ней легко перепродать туда-сюда. Мы такую фирму сделали в ноябре, заявились на землю, нам отказали. Но когда заявилась «Олимпик Камчатки», начала прокуратура подавать в суд на администрацию города, якобы расторгнуть договор с «Русским двором». Законно заключенной в юстиции за арестированные нужно расторгнуть, отдать им. На каком? Я плачу все налоги. И за аренду земли, и все. А они, фирма-однодневка, не платят налоги, ничего. И как можно нас равнять? У нас неправильные права. Да, возьмите меня, я готов зайти в Тор. Дайте мне льготы, я еще больше построю. Потому что я, лично я, как учредитель, за 28 не вывез ни одного доллара за границу, не спрятал, не построил ни одного квадратного метра жилья там. Я вкладывал в Камчатку. Я не вывез эти деньги с Камчатки. Они здесь, в садике, в гостинице, в дорогах. Вот, даже прокуратура края подала в суд, чтобы признать наш проект межевания, вот этих дорог всех, ничтожным. Это о чем? Мы прошли все по закону. Слушание прошли, все согласования прошли, все. И она, прокуратура, подает в суд, у нас будет по этому вопросу 15-го суд. Я вообще не понимаю, кто с кем живет, кто под кем спит. Масс-медиа-ньюс следит за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok